Льюис Кэрролл. Приключения Алисы в стране чудес. Глава третья. История бестолкотней и с хвостиком. Ну и компания собралась на берегу. Все жалкие, как мокрые курицы. Переслиплись, клювы перепачканы, вода лилась с них ручьями. Холодно, мокро и неуютно было всем. Все наперебой стали обсуждать, как бы им обсушиться. Слава за словой уж Алиса освоилась и чувствовала себя среди них как своя, будто всю жизнь только и делала, что болтала с разными птицами и зверьками. Она даже ввязалась в спор с Лори-попугаем. Но тот стопорщил перья, сердито распушил хохолок и заладил. Я старше, а значит умнее. Я умнее, значит старше. Алиса попыталась выяснить, сколько же ему лет. Но Лори-попугай повторял свое. Я старше, я старше, я старше. И ничего больше из него вытянуть было нельзя. Тут мышь, как видимо, самая уважаемая среди них пискнула. Все слушайте меня, я вас мигом высушу. Все тут же успокоились и расселись вокруг мыши. Алиса смотрела на мышь просто с нетерпением, потому что еще немного и простуда обеспечена. Кху! Солидно прокачивалась мышь. Готовы? Сейчас у меня не только высохните, но и засохните. Она раскрыла какую-то книгу и начала читать. Вильгельм-завалеватель с разрешения папа замалевал Англию, которая желала крепких вожжей после непрерывных разборов и замаливаний. Эдвин-граф Мерси и Моркоров-граф Нитумба-И. Лори-попугай так и передернула. Фу! Фыркнул он. Мышь строго посмотрела на него и сухо спросила. Вы что-то хотели сказать? Нет-нет, смешался Лори-попугай. Выходит, мне послышало, испискнула мышь. Итак, продолжаем. Граф на тумбе и даже стигант архиепископ Кентер-Бербер неразберийски поддержали Вильгельма-землевозывателя, находя это весьма... Весь что? Переспросил утка-гусь. Находя весьма, целиком неужели непонятно, что они находят весь? Весьма! Недовольно пояснила мышь. Если он весь, то почему его так ма? Когда мне попадается червяк, то он весь. А если он только чер, то он не весь. Его просто ма. То есть мало. Недоуменно пробормотал гудка-гусь. Мышь пропустила мимо ушей его слова и продолжала. Находя весьма подходящим, и они отправились вместе с этим лингом-эдгаром к Вильгельму-землевателе, чтобы предложить ему королеву. Вильгельм-землеватель вначале вел себя сносно и нормально, но не сносно его нормально. Ну как, малышка? Перебила себя мышь. Суши? Суши некуда. На это меня не берет, ответила дрожащая лиса. Ввиду всего высосказанного вмешался древний дронт. Вношу на рассмотрение всего собрания предложения о дальнейших мерах. Что за бери-бери-берда? Возмутился орланчик. Я и половины не понял. Бьюсь об заклад, что и все остальные тоже. И орланчик ехидно ухмыльнулся, а все остальные захихикали. Я хотел предложить не бери-берду, а бестолкотню, сказал обиженный древний дронт. Это лучший способ просохнуть. А что это такое? Спросила лиса. Ей было сейчас не до вопросов, но уж очень расстроился древний дронт, что никто не удивляется и не спрашивает ему. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, оживился древний дронт. Сейчас все проделаем. Если вам вдруг захочется когда-нибудь зимой поиграть в бестолкотню, то приглядитесь повнимательнее к тому, что делал древний дронт. Сначала он начертил круг. Не совсем, правда, правильный. Чем неправильнее, тем правильнее, пояснил он. Потом расставил стих аккуратно, как попало, где придется по неправильному кругу. И тут все без команды, как по команде, вдруг стали толкаться, бестолково бегать туда-сюда, устроили такую бестолкотню-толкотню, что получилась полная неразбериха, а вернее бестолкотня. Все так разгорячились, что через каких-то полчаса высохли до нитки. И древний дронт тогда крикнул. Конец бестолкотне! Запыхавшиеся они окружили древнего дронта и наперебой стали кричать. Кто победитель? Кто победитель? На такой вопрос так сразу и не ответишь. Даже древний дронт задумался. Он напер кончик пера в лоб, будто знаменитый писатель Шекспир, и постоял так в неподвижности немного. Все тоже застыли в ожидании. Потом древний дронт провозгласил. Победители все. И каждому полагается награда. А кто будет награждать? Согречали все победители разом. Древний дронт отнял перо от олба и показал им на Алису. Она! Кто же еще? И все приступили к ней, выкрикивая. Давай! Награждай! Алиса растерялась. Она пошарила по карманам и обнаружила неожиданную коробочку леденцов. К счастью, в слезах они, вероятно, не размокают. Леденцов хватило всем-всем, тютелька в тютельку, кроме самой Алисы. Но ей тоже полагается, заметила справедливая мышь. Само собой, уверенно сказал древний дронт и обратился к Алисе. Пошарь-ка в кармане, что там еще найдется? Ничего, грустно, сказала Алиса. Вот разве наперсток? То, что нужно, воскликнул древний дронт. Давай его сюда. Все окружили Алису, а древний дронт торжественно провозгласил, вручая Алисе ее собственный наперсток. «Мы все просим вас принять от нас эту скромную, но заслуженную награду. Этот скромный, но заслуженный наперсток». И он с достоинством помолчал, а все, кто мог, захлопали крыльями. Все это было так забавно, что Алиса чуть не прыснула со смеху, но сдержалась, чтобы не обижать остальных. Они были так серьезны и торжественны. И она так же серьезно и торжественно поклонилась и приняла наперсток от древнего дронта без улыбки. Наконец, дело дошло до леденцов. Все стали поспешно их глотать, но большие птицы даже не успели распробовать, а маленькие тут же поперхнулись. Пришлось похлопать их по спинкам. В конце концов, все благополучно полакомились и окружили мышь, требуя какого-нибудь развлекательного рассказа. «Вы же обещали рассказать, почему вам так не нравится мяф и гаф», — напомнила Алиса. Последние два слова она произнесла осторожно, чтобы ненароком снова не обидеть мышь. «Эта история длинная и простая. Как хвост», — сказала мышь. «История, как хвост?» — удивилась про себя Алиса. Но мышь уже начала, и перебивать ее вопросами Алиса не решилась. Она лишь смотрела на мышиный хвост и представляла себе такую же длинную, как хвост, историю. Ведь иеватый рассказ мыши влился в воображение Алисы хвостом. «Тише, мыши!» Тот на крыше шепот-шорох тот услышит. «Тише, мыши!» — это тот, кто таится тут и ждет. Тот мурлычет, лапу лижет. «Я не тот, не бойтесь, мыши! Я на крыше шишел-вышел помяукать, помечакать. Тать, воришка, как не знать! Не найти на свете мышки, чтобы верила воришке!» И, махнув хвостом, шалишь, убежала мышка. «Мышь!» «Куда убежала?» — спросила Алиса. «В камыш?» «Что за чушь камыш на крыше?» — возмущенно пропищала мышь. «Слушать надо внимательно!» «Я слушаю!» — я очень внимательно, — робко возразила Алиса. «Я даже не считаю сворота, то есть поворота вашей истории. Вы остановились, по-моему, на пятом или шестом». «Ну вот!» — проворчала мышь. Перебила. «Простите, но я ничего не перебила!» — смутилась Алиса. «Я вообще никогда не бью ни чашек, ни тарелок!» «Ты назло мне болтаешь всякий вздор!» — пискнула мышь, повернулась и ринулась прочь. «Что я такого сказала?» — растерялась Алиса. «Какая же вы обидчивая!» Мышь, не оглядывая, что-то пробормотала. «Пожалуйста, вернитесь!» — воскликнула Алиса. И все остальные тоже закричали. «Умоляем, вернитесь!» Но мышь только хвостиком махнула и даже не оглянулась. «Жаль, жаль, что она не осталась!» — сокрушался Ларри-попугай. А старая рачиха проскрепела. «Видишь, дочь моя, никогда не надо лезть вперед!» «Ах, матушка, помолчали бы!» «Уж вы-то никогда вперед и не полезете!» — огрызнулась дочка. «От ваших паучений и устрица из скорлупы выскочит!» «Жаль, Дины нет!» — обсуждала с самой собой Алиса. «Уж от нее-то мышь не ушла бы!» «Позвольте узнать, а кто такая-то ваша знакомая Дина?» — поинтересовался Ларри-попугай. «Алисе только бы повод, а уж она готова безумолку говорить о своей любимице!» «Дина! Так это же моя кошечка!» — заторопилась Алиса. «Вы бы посмотрели, как она мышей ловит!» «Да что мышей? Даже птиц!» «Прыг!» — и птичка в коготках. Птицы по достоинству оценили недооценимые достоинства Дины. Многие из них мигом снились с места, другие заторопились. Старая сорока, зябко кутаясь в пуховую шаль, прострекотала. «Пара-пара! От этой сырости я уже и голос потеряла!» Молодая канарейка всполошилась. «Дети, дети, домой!» — запела она дрожащим голоском. «Спать! Спать! В гнездышко! Повыше на ветку!» В мгновение ока вокруг Алисы никого не осталось. «Глупая! Зачем я им рассказала про Дину?» — сокрушалась Алиса. «Это же ясно, что она никому здесь не нравится! Моя милая, моя лучшая на свете кошечка!» И Алиса снова расплакалась. Так ей стало обидно. Вдруг она услышала дробный мелкий топоток. «Уж не мышь ли это решила вернуться?» — с надеждой подумала Алиса. «И я все-таки услышу, чем кончилась ее история». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok